всем привет солнечные майорки все ли слышно помашите мне пожалуйста все отлично уже вижу привет привет олеся всем привет добро пожаловать на стрит-арт-тур солнечной майорки меня зовут дина брайант я стилист велосипедист исследователь майорки через искусство и моду коллекционирую искусство в том числе я хотела бы поблагодарить всех коллег из всех 33 городов из всех 18 стран из всех восьми столиц двух континентов и двух островов за то что они присоединились за то что они поддержали эту инициативу которая возникла во время коронавируса и двух месяцев заперти так что сегодня мой эфир в серии удивительных эфиров второй серии street art tour следите за хэштегом street art tour выбирайте направление где вы будете смотреть уличное искусство сегодня я бы вам хотела рассказать вторую серию того что у нас есть на майорке все ли слышно все ли хорошо пожалуйста посылайте мне сердечки чтобы я знала что все слышно видно из нашего средневекового города на самом деле я не буду сегодня повторять все то что я сказала две недели назад в первой серии street art tour я очень рекомендую посмотреть и первую серию потому что там как раз общая картина того что есть на острове и понимание того что это совсем не только пляжи и все включено а это огромное количество художников от хуана миро до дали или пикассо и все это в свободном доступе все это на улице сегодня я бы хотела рассказать что на майорке есть она майорке есть так и что-то мои картинки не показываются почему а есть напугалась я только всего подготовила значит на майорке все как во всем мире есть работы крупных художников например вот это басалетти который сделал работу в 2016 году очень крупный художник известен всем тем кто интересуется стрит артом и его работа была сделана в рамках фестиваля саладина фест все названия и все имена я оставила в своей презентации так что смотрите следите за художниками углубляйтесь в их искусство и вот эти две прекрасные бабушки не так давно были просто убраны и закрашены белой краской потому что они оказались владельцем отеля показались владельцем отеля очень грустными и по цвету несоответствующими цвету моря и настроению которое должно царить в курортном городе очень жаль конечно на майорке есть очень много места с такими тегами вот таких вот закоулок и сегодня я не буду на них останавливаться потому что за полтора года на майорке если честно я не углублялась вот именно в такое направление стрит арта в граффити и в теггинг и я конечно ходила по таким закоулкам но больше сегодня мы с вами остановимся на официальном разрешенном искусстве которая сделана в рамках каких-то фестивалей даже если она сделала нелегально то она очень органично вписывается в пространство я думаю что после нашего стрита артура я буду как раз ходить больше вот по таким вот закоулкам а вот этот именно закоулок он сделан буквально небольшое ответвление от главной улице в пальме и конечно уже совершенно по-другому со знаниями которые дали нам эксперты со всего мира буду смотреть на все эти теги на всех этих персонажей и думаю у меня второй этап познания стрит арта на майорке вот я вижу что присоединяется татарстан и мои коллеги и не особенно приятно потому что в этой серии эфиров у нас будут просто звезды невероятно из татарстана которым я передам эфир в конце конечно на майорке есть вот такие вот теги и они везде да и вот позавчера я выкладывала stories мы поднимались высоко в горы вот башни смотровой 16 века 16 века вот такая красота и что вы думаете вокруг на вот этих вот зданиях заброшенных видимо построенных нелегально конечно там очень много тегов видео много не сделала потому что муж у меня против таких вещей придется вернуться но это конечно немножко страшно мне кажется страшновато да вот по таким заброшенным местам ходить но иногда они выглядят эти теги очень даже живописно я уберу комментарии потому что они закрывают а красоту и людей которые изменили жизнь майорке сегодня я сделала публикацию вот с этим человеком с которым у меня удалось мне удалось встретиться вчера зовут его хуан агилло и сегодня мы увидим множество его работ это как раз история о том как один человек родившийся в маленьком городке может изменить целый остров родился он вот в таком вот месте это кан пикафорд который сейчас стал одним из главным туристических мест это море это удивительно хорошие волны если вы любите прыгать по волнам как теперь люблю я то вам туда удивительно удивительного цвета вода вот такого вода и это без фильтров и это просто в солнечный день там очень много песка и когда ты видимо родился вот в таком городе когда ты вдохновлен а вот этой соленой водой до этим ветром который третит волосы ты делаешь какие-то видимо невероятные вещи и вот Джоан агилло он в один из периодов своей жизни попал в берлин и именно там вдохновился стрит-артом вернулся на свой родной остров и решил что он хочет сделать что-то подобное да мекку стрит-арта и на острове майорка и конечно конечно на майорке очень много во всех работах моря очень много паблик арта как вот сейчас мы видим на то есть море она везде и сегодня мы с вами поговорим как раз 10 традиций майорке которые мы можем увидеть в уличном искусстве и конечно первая традиция это море и все то что связано с морем и например вот недавно я увидела вот такую работу сверху ресурс на котором собрано огромное количество работ к сожалению этот ресурс не решает вопрос а где же точно найти эту работу поэтому только то что я сама велосипедисткой в моих ногах за полтора года больше десяти тысяч километров на велосипеде по острову многие из этих работ я увидела во время наших велопутешествий тренировок или каких-то соревнований на которые я ездила со своим мужем поэтому ресурс классный но все равно придется очень много всего поискать и вот например во время пандемии кто-то сидел дома и делал проекты стрит артур а кто-то занимался вот такими таким искусством и мы видим что в канпе к форде появилась вот вокруг этого фонтана много рыб это это проект последний этого хуана агило все рыбы они находятся в этом как бы в этой гавани что ли да то есть все они всех всех их можно ловить все они присутствуют здесь и я думаю что именно по вот этому уличному искусству можно изучать каталонский язык потому что все они подписаны очень бережно поэтому для меня конечно уличное искусство это еще и язык и об этом мы тоже поговорим чуть позже море пропитывает абсолютно все например вот это тоже одна из работ работ хуана агило и если для нас для меня это я увидела много раз для меня она не говорила ничего но только вчера во время нашего знакомства и разговора он объяснил что именно в таких тазах всех их детей отмывали мамы мы вы видите что ребенок поливает а себя там лейкой какой-то из ковшика потому что на самом деле на майорке как и в россии были места где есть газ свет вода и все условия были деревушки окан пикафор долгое время до прихода туризма был рыбацкой деревушкой воды видимо там душа да как мы сейчас представляем после бассейна там не было и все детки были все детство детей в таких рыбацких деревушках прошло в таких тазах в том числе до после купания в море обратите внимание на вот этот рисунок да о котором мы поговорим чуть позже то есть для май для майоркинса именно вот этот вот это вот уличное искусство да этот небольшой небольшого формата кусок жизни да он говорит о многом и несет огромное количество детских воспоминаний вчера у меня конечно был удивительный день потому что по набережной в кант пикафорде я хожу много раз но только вчера я ступила чуть дальше ступила чуть правее и увидела вот этот вот тег еще пока ничего не узнала про эту художество про эту про этого граффити райтера но посмотрите какие удивительные краски как они сочетаются с этой зеленью и лазурью самого моря опять же нельзя не вдохновиться до искусством нельзя не любить его и не понимать потому что когда ты растешь среди того что у тебя на пляже вот такие вот граффити паблик арт уличное искусство скульптуры до местного художника и об этом джоанни бенисаре одном одно его называют пикассо современным майорке у него огромное количество вот таких вот работ стоит только береже и когда ты в этом живешь когда ты лазаешь да по этим женщинам непонятных форм да когда ты видишь как они как их смывает зимний шторм да то конечно ты воспринимаешь это уличное искусство в любых формах совершенно по-другому ну и конечно вот эта вот лазурь она вдохновляет всех поэтому море всегда была частью вдохновения для всех художников и опять же возвращаясь вот к этой работе второй пункт вторая традиция которая связана с майоркой которую мы видим в уличном искусстве это так называемые языки пламени этот паттерн так как я за полтора года жизни на майорке приобрела новую профессию стилист то вот эти вот паттерны да и местные какие-то рукодельницы производители ремесленники меня особенно интересует и вот без этого паттерна да без какого-то сувенира или какой-то одежды до уехать в майорке конечно невозможно потому что он везде язык пламени он может быть в разных формах он он встречается совершенно везде вот например вот это художница очень крупные мы видим что какого масштаба эта работа вот здесь вот видны какие маленькие люди да рядом с ней и мы видим кусочек кресла да это сцена из обычной обычной семейной жизни работа это огромного масштаба на на каком-то ангаре вдоль дороги будучи первый раз на майорке я точно проезжала мимо нее потому что все русские до приезжающие на майорке останавливаются в порт аль куде и первым делом едут в старинную крепость арта проезжает этот кантика форт и конечно не обращает часто внимание на вот такие вот работы это сейчас я понимаю что за ними стоит эта художница так зовут ее здесь не очень видно отдельно напишу и как раз здесь читаются и вот это языки пламени и сама культура да когда испанские майоркинские семьи огромные когда на все праздники собирается огромное количество человек когда это когда семья это не просто твоя маленькая ячейка там уж дети и ближайшие родственники родственники а когда это огромные столы выставленные на большинство каких-то праздников да это шум это гамм это песни это традиции это народные какие-то песни это народные костюмы да это почитание взрослых и мы видим здесь так что здесь и взрослые в том числе за столом поэтому языки пламени это здесь кресло изображено и на майорке очень много как раз этих мотивов используется для домашнего текстиля и это тоже тема отдельного разговора домашний текстиль и вот эти вот языки пламени это знаете из серии что все это это да вся там одежда да или какие-то вот такие народные мотивы они не совсем современно ничего подобного так много каких-то дизайнеров которые так умело используют а вот эти традиции делают из них инновации это абсолютно носибельные вещи а вот опять Джоанна Геллон с огромной стеной да с тем же мотивом языки пламени я к сожалению не знаю где эта работа но опять же есть возможность найти а вот эта работа вот эти работы я вижу очень часто потому что они находятся рядом с одним из крупнейших музеев современного искусства в пальме музей с бульярд и и удивительно конечно на майорке всегда это сочетание света и тени игра его и вот эта вот яркость красок она отображается абсолютно во всем и даже если краски не яркие сами по себе то просто солнце ощущение что включает даже вот этот вот камень да казалось бы бесцветный или не яркий и вот это вот работы валенсианского художника его зовут Сомо вот здесь вот как раз виден его логотип и это вот варианты ставней роль и роль ставней если вы смотрели наши предыдущие эфиры то эта тема рисования на ставнях магазинчиков она очень актуальна вообще в любых городах и на майорке в том числе и чтобы увидеть настоящие настоящий стрит-арт лучше прийти до открытия магазина или после закрытия это конечно совершенно другой мир у меня был такой опыт и ощущение сложилось что я побывала не в той пальме до которую я знаю и видела до этого значит второй наш пункт это языки пламени а третий пункт связан тоже с языком но связан с языком каталонским и его конечно видно 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 очень много видно по всему острову о некоторых художниках раб использующий язык и буквы я говорила в своих предыдущих эфиров в своем предыдущем эфире street art tour отдельно про языки и про эту запутанную историю это особенную историю для меня потому что можно было выбрать какое-то место попроще где есть хотя бы один язык который нужно выучить до при переезде а здесь мне нужно выучить испанский каталонский а говорят все на майоркинском и эту историю я рассказывала и какие-то свои лайфхаки да то где я нахожусь и как я пытаюсь с этой задачей справиться я рассказывала в серии эфиров lingva story со своими коллегами гидами с такими же девчонками которые переехали в другую страну и если вы сейчас учите язык то очень рекомендую посмотреть по хэштегу lingva story и найдете очень много интересного для меня как раз street art в том числе за эти полтора года стал тем источником изучения и испанского и каталонского языка потому что например вот эта художник художница ламила то она как раз делает вот на таких вот банках различные выражения слова иногда это на испанском на каталонском на английском и они находятся всегда в самых самых разных местах в неожиданных местах не всегда они видны и вот так вот яркие вот например на нижнем фото мы видим что еще нужно постараться увидеть да вот эти вот эту надпись постараться прочитать и очень часто ты возвращаешься в одно и то же место и вдруг видишь какую-то надпись либо она появилась либо ты просто на город посмотрел по-другому опять же вот здесь сверху есть назвала есть имя до этой художницы в инстаграме можно посмотреть и зарядиться энергией солнца в том числе потому что последние работы у нее очень очень яркие вот как первые две работы эти маленькие вот здесь мы видим на руки человека который вешает эти эти работы и искать их по городу это прямо как будто квест да и очень многие из них расположены в очень туристических местах но опять же я всегда уверена что нужно знать что смотреть на что смотрите где искать вот поэтому многие ходят по городу пальмы например и говорят что они его знают на самом деле всегда город он открывает что-то новое когда вдруг ты для себя что-то открыл значит язык то язык каталонский это следующий нас наш пункт и например вот этот вот эта работа сделана в рамках фестиваля который называется саладина фест этот же фестиваль организован как раз в том кампе кафорде да на берегу моря самый крупный фестиваль о нем очень много информации и на английском языке и это один из крупных фестивалей который рассчитан в общем начинался как маленький проект а вырос до серьезных масштабов и интересно что вот это вот какое-то подсобное помещение библиотеки и художники которые сделали эту работу они иллюстраторы они очень много работают с книгами и конечно в рамках этого проекта они как раз выбрали буквы да и мы вот на нижнем на нижнем фото видим как раз эти буквы где в каждом в каждой букве заключен какой-то символ какой-то знак можно рассматривать ее и продумывать какую-то свою историю я читала про эту работу и они ссылаются на как раз каталанскую поэзию на одного из поэтов которого который пока для меня не постижим потому что я не знаю каталанского языка и пока сосредотачиваюсь на просто испанском кастильянском языке данных которые известен нам как испанский поэтому для меня это конечно пока следующий уровень и я воспринимаю пока это просто как искусство и как буквы следующий проект это крупные очень художники испанские boa мистура у них очень крупная дизайнерская студия они очень плодовиты у них такое количество работы если вы посмотрите на их профиль в инстаграме и посмотрите их прекрасный канал на ютубе то вы увидите вообще сколько энергии может быть у художников и конечно не просто тогда их приглашают на какие-то крупные мероприятия и они одни из самых известных испанских художников и работают именно вот с литрингом и все у них заполнено весь инстаграм какими-то буквами удивительно яркие красивые яркие проекты мы видим что они написали фразу на каталанском опять же мне не очень связано что там с морем с морем с любовью надпись уже немножко стерлась но само место да то есть это вот размещение до этой надписи она конечно удивительно и все это вписывается и в порт и в море да и вот в эту атмосферу любви красоты любви к природе и какой-то невероятной идиллии до которая нас ожидает здесь на побережье очень рекомендую их посмотреть они кстати выступают на ted talks то есть все таки есть художники которые достаточно публичные да и работают над своими проектами говорят о них и даже вот в рамках нашего стрит артура среди 33 спикеров у нас есть те кто говорит да и те кого знают в лицо даже если там кто-то с маской например да а есть те кто предпочитает оставаться так сказать в тени и это повсеместная практика но вот эти вот ребят они просто похоже в чем-то на дмитрия аске который открывал нашу серию наших эфиров который просто как машина да делает проект здесь там да и образовательные какие-то проекты и очень рекомендую всем послушать первую серию наших эфиров именно дмитрия аске когда кстати вчерашняя серия от альбины мотор как раз говорит о том разнообразии до уличного искусства которое вообще есть так далее мы смотрим вот еще две работы мило ты видите какие они маленькие вот я собой закрываю работу еще одного художника зона сегодня я не буду говорить о нем подробнее в прошлом эфире я делала огромную подборку его фиолетовых таких вот работ которые сделаны трафаретной техникой и очень узнаваемая по всему острову это всегда лица да вот в определенных цветах и он один из тех художников стиль которого на острове узнаваем вот у нас в городе средневековом существует всего одна работа но вот в одном заброшенном здании пока мы во время карантина гуляли с собакой не так далеко я увидела еще одну его работу но она так сказать действительно не видна если ты просто гуляешь по городу и опять же стрит-арт да в на майорке это тот вид искусства который часто используют для преобразования территории да если вы в таком средневековом городе где живу я город синео есть куча легенд истории да и без современного искусства да все какие-то туристические моменты до связаны с историей с легендами рынку например у нас больше стим 700 лет то конечно вот уличное искусство в виде граффити да или муралов у нас не распространено вообще есть просто другие приоритеты и виды а вот эта работа тоже джоан агило ведет нас к четвертому пункту майку майорке да и традиция майорке а это праздник те кто бывал вот я знаю что я вижу здесь присоединились мои друзья которые были на майорке как раз здесь много раз но не так давно попали в праздник и праздник это что-то невероятное во первых вот это вот лазурь небо до низ лазурь да она не только в небе она еще и она не только в море но она еще и в небе и вот эти белые полоски они не просто так праздник фиесты на майорке они вот такие да это огромное количество вот этих вот бумажных лент которые развешаны по всем городам опять же почему я очень счастлива что я вел что я велосипедистка и это мне действительно помогает узнать майорку намного больше потому что в зависимости от того как он в какой город мы приезжаем мы всегда видим если есть вот такие вот ленты приезжаем мы каждый раз в новый город на кофе то мы часто первыми узнаем что действительно в городе какой-то праздник значит нужно посмотреть надо увидеть до программу мероприятий потому что очень часто все на каталонском языке местные знают а ты не знаешь такое ощущение что праздник проходит мимо но посмотрите какая-то игра света какая-то игра тени это всегда вот это вот голубизна небо очень часто после этих праздников вот эти вот бумажные до гирлянды видны на полях да и как вот в россии делают пугало какие-то да то же самое здесь часто именно грядки какие-то украшают не украшают а обвешивают чтобы отпугивать птиц нежелательных и это всегда какое-то движение это всегда те игра тени и света который отбрасывается повсюду это какая-то атмосфера это некий интим что ли да потому что все происходит кафе общение да все происходит вот под этим вот шатром невероятным и конечно же это просто какая-то сказка это это очень графично это очень ярко это очень ощущение ощущение праздника вот в таком вот часто пустом городе но если есть вот такие украшения значит будет какой-то крупный праздник посмотрите какая красота и будучи велосипедистами вот эта фотка сделана когда приезжал одна из моих подруг и мы ты проезжаешь в этом тоннеле да ты окунаешься вот в эту вот в этот полосатый до какой-то туннель ты сам становишься частью этой красоты у тебя внизу это зебра в общем невероятное ощущение поэтому просто смотря на вот эту работу как мимо которой проезжают совершенно точно велосипедисты приезжающие на майорку это санта маргалида но не зная да не зная это традиции не зная что такое да вот эти вот ленты не зная это ощущение шуршащего вот этого шуршащих гирлянд да над тобой конечно можно подумать что ну детки и детки да ну стена и стена но это особый майоркинский праздник так следующая традиция связана тоже с праздником а связана она так извиняюсь вот так связана она с рождеством с подарками это праздник который называется трех праздник трех королей празднуется 5 января этот день когда детки получают подарок от не деда мороза не святого николая да как в германии а от трех королей здесь тоже огромная история как они готовятся к этим как этим подарком как они пишут письма в каждом городе устанавливается особые урны куда они могут эти письма оставить до для трех королей для трех волхвов до своей кинзин english трех волхвов и пятого они приезжают и это огромные такие вот повозки они проезжают по городу это видео сделано в нашем городе в синео провинциальном городе маленьком где все друг друга знают в пальме это огромные события вот я вижу да нас смотрят мои коллеги островитяне и конечно в пальме это совершенно другое действие но всегда местные праздники да вот таких вот маленьких городках они с особым теплом они с особой радостью они с особой каким-то личным до чувством и причастностью потому что часто дети друг друга знают да ты можешь с каким-то волхвам прикоснуться ты часто узнаешь какого-то там своего знакомого может быть может быть ты знаешь всех вокруг то есть вот это вот ощущение семьи близости да и радости она конечно присутствует на майорке смотрите как темно очень как много огня и это как раз вот тоже часть майоркинского праздника когда это у нас ощущение как у туристов часто да что все закрыто все пусто никого нет где вообще все а на самом деле часто в таких маленьких городках жизнь происходит после того как заходит солнце когда мама папа возвращаются с работы до из туристических каких-то мест да и после девяти начинаются даже вот такие вот детские праздники и мы с вами идем вот к такой работе она небольшого формата она находится в пальме работа это тоже хуана агилло о котором мы с вами говорили и она ведь видно да что она уже в возрасте это тоже три волхва три волхва вот если поближе посмотреть видны мешки с подарками видны видно что рядом с ними рядом с ними сняты короны видно что они наблюдают и эта сцена очень очень майоркинская потому что людей преклонного возраста да здесь очень много много на всех праздниках именно вот так вот они часто наблюдают за тем что происходит да зато за тем как меняется праздник за тем что там делают соседи да именно вот такой вот позе часто их можно увидеть за вот такими вот оградами со стороны наблюдающих за тем что происходит в этот праздник и часто в европу едут на рождество на 25 декабря на майорку совершенно точно на рождество ехать можно конечно это тоже интересно но лучше планировать как раз вот на наши январские плать праздники потому что пережить один раз вот этот 5 января день трех волхвов это конечно незабываемое ощущение нетуристический праздник личный семейный некоммерческий и если попасть в такой маленький городок то как раз погрузишься в самую самую настоящую майорку так это у нас были три волхва до традиция номер пять а дальше у нас все меняется мы зажигаем огонь и у нас продолжается праздник и не зря я вот сегодня в такой вот рубашки да вот видите у меня здесь вот такие вот демоны правда она была куплена в италии но в италии тоже огромная традиция вот таких вот демонов демонис они называются по-испански это тоже та часть которая та часть майорке которую непременно нужно прочувствовать хотя бы один раз всех своих знакомых то даже было много раз на майорке я всегда отправляю и нахожу как раз вот здесь мне кажется моя особ особенности специализации что я всегда найду какой-то праздник куда нужно отправить моих гостей какие-то секретные места в маленькие деревушки где происходят вот такие вот события где никакой промышленной безопасности да где дети как раз внутри вот этих вот петард где никаких разделительных каких-то бордюров где ты часть вот этого торжества это называется кори фолк да это то мероприятие которое на майорке является частью любого праздника есть особая праздника когда вот вот это все да только в огромном масштабе вот это видео сделано на нашем кори фоге в сеную это маленький масштаб да иногда например бывают когда собираются вот эти демони со всего острова и это конечно страшное зрелище потому что кажется что вот ты попал преисподню на самом деле традиция старинная видите вот здесь разные городки и название название этих городков мы видим как отличаются эти маски как отличаются эти демонис эта иллюстрация сделана одним из художников вот такая вот открытка есть продается во всех туристических магазинах здесь нет демонис и сену но наш наш вот такой вот такого цвета фуксии при том удивительно все работает я даже не думала да я даже не знала про такой праздник я не знала что вот это фуксия мой цвет я знала что он мой цвет но я не знала что вся моя фуксия она так хорошо вольется во все местные праздники потому что когда в августе да вот этот городской праздник все уходят в такой фуксии и все вот эти наши местные демоны демонис они тоже фуксии в общем я отлично вписалась в местные местные города и местные традиции а вот это видео сделано на как раз саладина фест это как раз фестиваль street art и мы видим что попасть на такой фестиваль или попасть в туристе попасть на туристическое на туристический остров во время проведения фестиваля это особенное действие да потому что тут же можно увидеть совершенно все грани майорками майорки мы видим да и демонис как раз вот это вот доработать басалетти 2016 года мы видим ее масштаб да мы видим этих прекрасных старушек мы видим хуана агило и это не праздник который продолжается один день или один вечер это мероприятие которое идет целая там неделя две недели да с музыкой с танцами с демонисами с куклами гигантами с концертами с какими-то мастер-классами да с вот этим кори фогом и может быть даже не один раз с работами которые появляются на домах и на отелях и на каких каких-то общественных пространствах инсталляции какие-то мероприятия какие-то гайди туэс да мы здесь видим да что хуана гило тоже рассказывает о концепте потому что везде все сталкиваются с одним и тем же да нужно пояснять нужно объяснять особенно в таких традиционных местах как майор когда потому что традиции да и классическое искусство здесь важны и вот эта просветительская деятельность которая скорее всего сталкиваются все те кто будет еще говорить о фестивалях в россии у нас очень много интересных спикеров вопросы и проблемы одни и те же как рассказать как пояснить что какую-то работу до закрашивать нельзя потому что эта величина и мне кажется в этом смысле очень важно когда извне люди признают да вот такие пришельцы на остров как я признают это говорят об этом ценят это и рассказывают о том что действительно это не просто какой-то курорт а галерея современного искусства под открытым небом и вот эти демонисы они везде это тоже известная дорога из алькудии сапобла и мы видим здесь даже этот демонис на велосипеде на велосипеде потому что это клуб для бар для велосипедистов этот демонис святой антоний потому что в этом городе да святой антоний особую особую историю имеет вот это вот святая маргалида и и демонис везде истории когда когда есть святая и есть демон который искушал и это святая всегда победила в общем всегда все заканчивается хорошо но всегда есть две стороны и черная и и белая вот это вот этого демониса я не встречала в городе но я знаю вот эту работу этого же художника и тринксет и вот эти руки стучащие в дверь они видны по всей майорке и очень узнаваемы бывают вот такие вот демонисы это тот же художник бывает вот такой да это святая маргалида то с этим демонисом крестом от кресть открещивающиеся от него это работа например я точно знаю где то есть какие-то действительно на каких-то какие-то работы расположены на туристических каких-то улицах или главных улицах а многие нужно действительно поискать следующем следующая традиция да это седьмая традиция майорки связано вот с этим поездом поездом его называют красной стрелой но он совсем не быстрый как стрела идет целый час из пальма в город солер и совсем он не красный а вот такого до цвета дерева про этот поезд говорят все не только я вот это кадры из фильма файлы майорки который был снят недавно bbc я очень рекомендую его посмотреть для заряда бодрости сил и расширения своего кругозора потому что каждая серия покрывает какой-то отдельный момент связанные с майоркой с испании с вином с коридой да и вот этот поезд конечно важен для майорки потому что он является одной из главных транспортных ветвей которая открыла острову мир да потому что этот поезд связал пальму и апельсиновый апельсиновую столицу города именно он позволил быстро да не 10 часов на лодке до всего лишь за там какие-то полтора часа доставлять груз в крупные в крупный порт и дальше эти апельсины распространять вести по всему миру в общем это обязательная программа быть пребывание на майорке хотя бы в одну сторону вот и этот поезд знаковый до для острова он появился вот на вокзале это рисунок того же хуана агило мальчик играющий с этим поездом и действительно для любого майоркинса этот поезд знаковая знаковое событие с которым связано благополучие во многом потому что если вы послушаете мою серию мировой модерн или мое участие до серии мировой модерн я как раз рассказываю о том что если бы не поезд если бы не апельсины то архитектуры в стиле ар-нуво все это все этой красоты в общем на майорке бы не было поэтому еще раз говорим о том что движение путешествие передвижение это то что открывает мир это что меняет меняет твою тебя твою пространство вокруг их и всех следующий момент о котором я хотела бы поговорить это спорт спорт на майорке и для меня именно спорт открыл во многом street art да потому что здесь вот кадры с одной из гонок велогонок где я сопровождаю своего мужа где тренируюсь говорю на испанском языке с такими же женами которые ожидают своих спортсменов и мы видим что часто вот эта гонка называется критериум когда внутри города она проходит по узким средневековым улицам но вот эта объездная дорога некрасивая город сам не отличается ничем и не самый красивый город но здесь собрана огромная коллекция вот этого уличного искусства это было для меня неожиданностью и вот так вот промышленная столица фактически острова превратилась меня для меня в один из хабов давать в один из центров уличного искусства и мы видим что именно спорт очень часто виден у разных майоркинских художников вот это вот маленький город городок на востоке острова художник сас-2 и мы видим весь ну это прям фактически рекламная кампания сделана скорее всего заказные какие-то работы в рамках местного фестиваля и мы видим что майорка это про улицу да это 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 спорт на улице это велосипед притом здесь опять же вот такой паблик арт да он везде вот это велосипед стоящий на круговом движении этот велосипед тоже на круговом движении и именно велоспорт стал для острова той золотой жилой до той частью истории или частью истории которая преобразовалась потом золотую жилу потому что такие как я например тоже приехали сюда и нас таких много не просто много тысячи и сотни тысяч которые приезжают на майорке на майорку кататься на велосипеде остаются и здесь каждая семья так или иначе связано с велосипедным спортом наши тоже мой муж долго работал с одним из олимпийских чемпионов великобритании и в общем тоже втянул меня в это дело и при том видите и бабульки на велосипедах и детки и мы видим что это работы вот опять же на часть какого-то праздника видимо да те же белые те же белые полоски до развивающиеся на ветру и пока была вот эта пандемия то появилась еще одна работа работа на на спортивную тему вдоль одной из главных дорог от одной из главных магистрали и мы как раз вот здесь вот видим и эту работу которая показывала и следующую работу которую я буду говорить и вот этих вот деток на спорте на школе да и видимо на спортзале деток о которых мы уже говорили с вами и опять же если знать историю майорке то просто глядя на вот этот вот эту заказную работу работу даже не в рамках фестиваля можно увидеть и узнать много о майорке например мы видим что на шлеме велосипеде во первых кто это да это олимпийский чемпионка его зовут тони таулер он до сих пор участвует в гонках здесь на острове уже не как профессионал как любитель он участвует сейчас уже со своим сыном и очень приятно видеть до их вместе на гонках и он родился в этой санта-маргалиде и соответственно почитание до местных героев олимпийское олимпийские олимпийское золото на треке это важно для такого небольшого города в том числе и для кого угодно и вот этот тони таулер как раз на шлеме написано лавилла а лавилла это как город как вот пальму называют для оси удар до город то есть типа все в деревне а это город то же самое здесь вилла до все остальное деревушки а это вот тоже город да но только маленький город дальше вот на шлеме у него написаны цифры и если знать что это за цифры точнее местным понятно мне нужно было разъяснить вчера и как раз хуан агилло мне пояснил что это почтовый индекс почтовый индекс этого города и написано если баре балиарис да балиарские острова дальше мы с вами идем закрепляемся с велосипедной тематикой и идем к керамике керамика это предпоследняя позиция 9 значит керамика на острове огромную роль играет еще со время со времен арабских да когда вообще керамика для рабов особое значение имеет и в начале двадцатого века с приездом антонио гауди на остров со временем со временем да когда расцвело арнуво и приехала сюда на майорку в том числе различные различные виды до керамического искусства они расцвели мы с вами не будем говорить о гауди его много вот здесь например да показано так называемая сиурель художник тоже ампарито очень известный в рамках уличного искусства вот это сиурель это свистулька да по нашему но она вот в таком вот виде а это может быть либо крестьянин какой-то либо как раз вот такой вот демон и очень интересную историю рассказал этом парито работавшие над этой работой до уличного искусства он как раз говорил о том он показывает как мы преодолеваем трудности как этот воздух проходит через эту свистульку и не каждому получается через эти трудности как воздуху да никак не не просто если ты дуешь да не всегда получается красивый гармоничный звук и то же самое да какие-то сложности кого-то делают сильнее да и получается какой-то красивый проект и что-то хорошее у кого-то в общем-то сильно у кого-то ничего не получается дальше мы видим работу вот такую вот кампика форде кто знает отеля там ее узнает а это оказывается керамист джауме ройк джауме очень популярное имя он делает прекрасные работы из керамики здесь есть даже на майорке отдельные городки до которые как раз специализируются на керамике потому что есть глина особая хорошая да и и предыдущих сериях нашего эфира я рассказывала что даже в кафедральном соборе пальмы одна из один из пределов сделан современным самым крупным художником мигелем барселло тоже в керамической технике и вот такие вот удивительные работы можно встретить на улицах пальмы только вчера я узнала историю вот этот верхний работа оказывает я знала что есть пальме пекарня с историей там с шестнадцатого семнадцатого века семейный бизнес я знала что там есть какой-то мигель который все основал в общем всю эту легенду знала потому что про нее пишут там так или иначе я не я знала я видела эту работу но никто мне не мог рассказать что это такое и здесь написано gracias мигель это как раз после смерти этого пекаря была сделана вот эта работа это об этом художнике мег из калифорнии я говорила он здесь работает дизайнером и по городу расклад по острову расклеивает вот такие вот небольшие керамические тематические работы тоже очень интересно у него инстаграма можно много всего увидеть а вот здесь мы с вами уже время подходит концу и мы под подошли к десятой традиции майорки это еда еда в разных видах это чай огромная часть праздников мы говорили с вами много про праздников да это огромная часть питания когда ты занимаешься спортом в том числе и еда например вот здесь мы это сделана фотография в одном из в одной из пекарен старинных пекарен в пальме и вот эту работу это единственная пекарня в которой я видела что есть очереди при том очереди такие как у нас раньше были в мавзолей да я даже не думала что в 21 веке могут быть такие очереди и вот многие из моих гостей как раз побывали в этой пекарне мы видим что часто в работах уличных художников используются вот такие сцены из жизни с как раз лимонами апельсинами арбузами дынями и вот например часто стрит-арт можно увидеть самых неожиданных местах и это скорее всего нелегальное искусство вот видите вот сейчас мы с вами находимся внутри галереи 14 век в этой галереи можно говорить отдельно это бывшая церковь и я опять же они упоминала ранее своих эфирах и в своих публикациях просто невероятное место но изнутри опять же зная куда смотреть я увидела вот эту вот работу хуана агило да вот этот вот лимон сейчас лимон дыни и сейчас как раз сезон дыни и они конечно невероятные сладости и это часть майорки так это у нас чему-то сюда попал спорт который нам не нужен а нам нужен вот что нам нужно это хлеб и помидоры и так называемый пам пам боли пам боли это как раз огромный такой вот майоркинский хлеб очень тонко нарезан натерт маслом оливковым чесноком смазан томатной пастой до опять же ручной работы и это невероятно вкусно это можно есть на завтрак на и левантис да и эта часть майоркинской кухни да которая без которой просто нельзя уехать с острова вот это вот работа того же сас художника местного здесь он работает надо видимо фасадом пекарни и мы видим как вся семья да а часто пекарни это семейный бизнес они да все его приветствуют все рядом с ним и и хлеб это отдельная вообще важная история важная часть майоркинской жизни каждая женщина ну раньше наверное пекла хлеб но каждая умеет до делать вот эти так называемые эмпанады и в общем наверное без этого без этого замуж не берут и семейный да и семейную семейный ужин не организуешь дальше мы с вами видим как лимоны до становятся частью тоже искусства лимонов очень много на острове и вот сейчас как раз время когда уже новые лимоны поспевают и они тоже становятся частью уличного искусства вот здесь мы с вами видим как сам формат чаепития кофе пить и до кафе кун леща или картадо тоже становится частью того же тоже работает со 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 с 2 и мы видим вот этот вот эту синеву да и мы видим тот те же языки пламени до которые вот на чашке видны то есть часто в работах отражается какой-то код до какой-то знак который нужно уметь считывать если ты знаешь да эту культуру если ты знаешь эти традиции и если ты пытаешься их познать вот 10 традиций о которых я хотела вам рассказать я включаю комментарии как это сделать если у вас есть вопросы я готова на них ответить я буду очень признательна своим татарским коллегам или московским коллегам которые работают в татарстане чтобы они распространили наш серию стрит артур потому что завтра мы идем к прекрасному художнику которого зовут зак мини монстр и он один из тех кто из провинциальной не москвы и не питера да но добрался до лос-анджелеса и с джастином бибером сделал невероятный проект для меня эта история что все возможно завершающей серии наших 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 эфиров будет мой совместный эфир с прекрасным художником из татарстана рустамом кубиком вот я вижу он смотрит меня огромное спасибо растам за время и внимание и участие в проекте и удивительно что своих героев часто у себя на родине и никто не знает и например рустам делает делает свои работы от новой зеландии до мексики в родном татарстане этих работ намного меньше поэтому обязательно приходить присоединяйтесь и смотрите эфиры очень будет для меня важный эфир например из города кострома да где я родилась это тоже история о том что можно менять свой маленький мир и как мы сегодня увидели как мы сегодня увидели все начинается с одного человека который горит каким-то делом так сколько времени у нас осталось есть вопросы атмосферные красиво очень да очень вас благодарю я буду признательна за комментарии и посты у нас будет много фестивалей фестивали я представляю как россии сложно организовать и мы видели в прошлой серии как много делает например никита номерс в городе нижний новгород и это опять же история про одного человека который просто делает свое дело горит им и меняет не провинциальный город но тем не менее меняет городскую среду и часто не так признан например да в своей на своей родине но его работы также до по всему миру обязательно следите так есть вопрос как его посмотреть а хлебушка захотелось хлебушка с помидорчиком обязательно приезжайте на майорку следите за моими экскурсиями я очень еще раз да благодарна всем тем кто принял участие для меня это такое вот маленькое чудо потому что когда я работала в крупных корпорациях какие-то взаимодействия с искусством они были всегда больны и сложны и непросты но вот этот вот этот серия эфиров показала что у нас таких увлеченных искусством много и 33 города 18 стран 8 столиц два континента два острова я один из них собрались и каждая история конечно вдохновенно завтра мы идем в студию к зако мини монстр комментируйте рекомендуйте ставьте как отмечайте своих друзей кому может быть интересно майорка велоспорт искусство и среди комментариев через два дня я сделаю разыграю какую-то открытку я уже обещала это сделать ранее открыток будет несколько по всем моим обещаниям потому что пока у нас галереи магазины закрыты но как только все откроют я выполню все свои обещания не пойду на почту и вы все увидите огромное спасибо что вы нашли время и послушали я надеюсь что через уличное искусство вы узнать вы узнали чуть лучше майорку и когда вы приедете на этот солнечный остров он окажется для вас он покажется вам в другом цвете спасибо и до новых встреч завтра всем идем в студию к рустаму кубику ой нет не к рустаму к заку мини монстр пока пока адеу